Всем привет дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в новую серию нашего прохождения третьего ведьмачка. Ведьмачок ты наш ведьмачок. Опять я не то нажал в нашу, нафиг ребята. Я просто после GTA нажимаю на букву F, сесть в машину, как будто сесть на нашу платву. Это оказывается скушать какие-то вещички, чтобы восстановить здоровье. И ребята, мы продолжаем топать туда, куда нам нужно. А сейчас, если вы не помните, закройте рты там. Если вы не помните, то мы продвигаемся в Оксенфурд. Да, мы продвигаемся в Оксенфурд и почему-то у меня вот эта стрелочка пропала. Или мы уже тут и поэтому она не нужна. Но, наверное, потому что тут я вижу уже большие такие построечки всяких, всяких вот этих. Так, там мы ничего не можем украсть. Да нет, что-то можем, мы везде что-то можем украсть. Так. Нет, опа. Вот. Все, все, все. Нет, больше ничего. А нет, тут еще есть что-то. Ты откуда пришел? Ты че? Так, тут есть что-то, что мы можем свистнуть? Нету, вроде нету. Ух ты, офигеть. Мы туда можем, да, пройти, я надеюсь. Надеюсь. Ааа, нам, опа. Ага, вот сейчас ты, дебил, мне показываешь. Иди с Тамарой, дочь, ага. Вот сейчас ты мне показываешь, куда нам нужно. Раньше нельзя было, да? Круто. Опа, куда-то я, куда-то я зашел. О, Торгаш, Торгаш. Торгаш, стоять, Торгаш. Опа. Приветствую. Ребята, я забыл сказать, что спасибо тем, кто сейчас находится тут рядом со мной, кто поставит лайк, оставит свой комментарий. И также тот, кто подпишется на мой канал. Если вы еще не подписаны, я буду очень сильно этому рад. Плюс к тому, ребята, если вы хотите видеть новую серию третьего Ведьмака как можно быстрее, то поставьте, пожалуйста, лайк. И новая серия Ведьмака выйдет завтра или послезавтра, в принципе, как я уже сказал, как можно быстрее. Поэтому все, что от вас требуется, это просто-напросто поставить лайк. Еще расскажу, я буду очень сильно этому рад. И я сейчас смотрю, что мы можем у него купить. Вот это мы купили. Курочку. Вот это мы купили. Ух ты, нихрена себе. Какая-то она слишком дорогая, но да ладно, купим. Восстанавливать жизни нам нужно будет. Бывай, чувак. Бывай. Так, секунду. А, ну что. Топа... Извиняюсь. Топаем мы дальше. Еще осталось 600 метров. Ух, какие 600 метров? 300 метров. Это у нас там кто? Опа, это еще кто такие? Да, хотя... А хрен его знает, ребят. Опа. Опа. Ща мы их запинаем. Ты на нашу лошадочку потопал или что? Хотя вроде нет. Ты... Иди сюда. Иди сюда. Это какие-то новые монстры. Мы их еще не встречали. Но, в принципе, наверное, потому что мы, как бы, двигаемся в следующую область, да? Да куда эта конченая карта нас... Так, куда нам нужно? Я не знаю, куда она нас ведет, но уже назад и потом налево. Вы видели сами, что вот эта стрелочка на карте или что это там было, показывала, что нам сюда нужно было. Ну, раз сюда, значит сюда, но, как видите, вообще нахрен не сюда нам нужно. Нам нужно просто было завернуть и все, и мы бы туда уже дотопали. Так, сейчас... Опа, 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 опа. Извиняюсь, кого я там? Да куда? Ух ты, нахрен, это платва. О, у нас все мечи поломаны. Зашибись. Нужно сейчас будет отремонтировать, если мы, конечно, сможем это сделать. Ага. Вот, вот. Назад, назад. Лошадочка. Платва. Вот сюда нам нужно. Вот сюда. Видите, опять стрелка туда налево показывает, хотя, точнее, направо. Хотя, почему направо нам нужно, если нам вот сюда нужно? Вот, на мост. Чтобы... Иди в жопу, короче. Опа. Я там кого-то, может, передавил, но извиняюсь. Теперь помедленнее. Города деревни, дороги нередко узкие, а пределать слишком много. Ага, ну, конечно, понятно, короче, на лошади нельзя. Города нет. Что? В городе чума? Чума? Нет. Сказали, никого в город не пускать и не выпускать. Ну, если только грамоты нет. А грамота у нас есть. А у меня есть грамота. Ты об этом? Дай-ка взгляну. Хм-м-м. Печат? Печаточки нет. Да ты издеваешься. Такой, красный. Да быть не может. Может, в гражданской обороне опять. Забыли. Они там сейчас жутко занятые все. Ну, ладно. Проходи. Без проблем хотя бы пройдем вот сюда, в этот город. Не нужно будет какие-то там потайные щели искать или, я не знаю, еще что-то там. Допустим, идти опять возвращаться, чтобы нам там печать поставили. Короче, нормально. Нормально то, что мы быстренько вот так прошли. Что мы сюда вернулись. Сразу дали печать. А то видели, что нас куда-то посылало туда за этот весь город. Чтобы мы пошли туда, чтобы там посмотрели, есть ли там какие-то другие входы, выходы. Так, опа. Ни хрена себе, мы подстричься можем. Да, ну, пока что не хочу. Не хочу я еще стричься. Давайте мы просто-напросто пойдем и попробуем... О, там бухнуть можно. Я хочу кузнеца найти, чтобы он нам отремонтировал наши вещички. Если тут, конечно, есть кузнец где-то в этом городе. Да, вот сейчас. Вот тут он. Сейчас вот сюда. Вот. Вот тут. Да, вот тут. Я надеюсь, что это... Привет. У тебя же работа. Ах это? А ты, значит, хоть... Конечно, обожди. А о чем? Так, покажи мне свои товары, сыграем. Ага, так. Покажи, что у тебя есть. Ладно, ладно, хоретом базарить. Так, что мы можем продать? Что-то можем и что-то нужно нам продать. Вот эту хрень я бы купил. Одну штучку. И ботиночки я бы купил. Но 400 монет это охренеть. Этот предмет нельзя продать. Круто нельзя продать. Этот предмет, который нам нахрен не нужен. Так, слиток. Тут много слитков у нас. Гвозди. Так, дальше. Ремесло. Что мы можем себе создать? Какие-то крутые вещичечки. Я бы был рад, если бы мы смогли их сделать. Но. Вот мечи тут есть. Не тот ремесленник. Ага, тут еще, значит, нужно нормального ремесленника найти. Охренеть. Починить. Давайте вот это починим. Цена 59. Офигеть. Ну давайте. Починить. Вот это починим. Да. Убрать. Что мы можем разобрать? Лавка. Нам нужно что-то продать. Что-то продать. Хотя, что продать, я не знаю, честно. Вот это сколько? 18, 18, 16, 63. Меч воина дикая охота. Это пригодится. Позвольте чинить элементы доспеха. Позвольте чинить оружие. Позвольте чинить элементы доспеха. Ну ладно. Пускай будет вот так. Оставим. Будь здоров, чувак. Будь здоров. Так. А сейчас. Куда нам нужно? Я надеюсь, что это не будет слишком долго, что мы тут сейчас будем делать. Нам, в принципе, вот сюда нужно. Сейчас завернуть. Опа. Ща-ща-ща-ща. Ща-ща-ща. Закрыт. Обзываются. Я бы вас перебил, если бы мог, да? А хотя, что у нас нахрен с этим оружием творится? Так. Задание. Рюкзак. Рюкзак. Вот он. Так. Это это. Вот. А это что? Необходимый уровень 1. Чинить оружие. Вот. Починили. Нормально. Сейчас вот сюда. Во. Я ищу Тамару, дочь кровавого обороны из Велина. Твой брат сказал, она здесь. Так вас, Милздарь, войцах прислал? Иначе, как бы я тебя отыскал? Я ее сейчас приведу. Я ее сейчас приведу. Ну, давай, веди. Главное, чтобы подставы сейчас не было никакой. Опа, здрасте. Кошечка. Говорю, главное, чтобы подставы сейчас никакой не было, чтобы он там стражу не привел или еще кого-то. А чтобы нормально, Анну и Тамару там привел или кого-то. Ты меня спрашивал? Кто? Тебя отец прислал? Я хотел убедиться, что ты жива и с тобой все в порядке. Меня зовут Геральт из Ривии. У меня все замечательно, Геральт из Ривии. Так как никогда прежде не бывало в моей несчастной жизни. Теперь, когда ты это узнал, прощай. Подожди. Нам не о чем разговаривать. Отец беспокоится о тебе. У тебя есть полное право злиться на отца, но он беспокоится о тебе. Полное право? О, большое спасибо. Как это ценно, получить одобрение наемника. Мой отец беспокоится лишь о том, есть ли у него чем набраться. Ты права, он мерзавец. Ты права. Твой отец дрянной человек. Я рада, что в этом мы согласны. Только зачем ты ему тогда помогаешь? Потому что у него есть сведения о том, кто мне очень близок. Он обещал мне все рассказать, если я найду тебя и твою мать. Понимаю. Это кишантаж. Вполне в его стиле. В любом случае, ты нашел меня. Можешь ему передать, что я жива и что я никогда не вернусь. Что с твоей матерью? Войцех говорит, у твоей матери на руках были странные знаки. И что чудовище утащило ее в лес. Это правда? Мы ехали к реке. Вдруг мама вскрикнула. Скорчилась, чуть с коня не упала. Я подъехала ближе и увидела, как что-то происходит с ее руками. Они будто пылали. И тогда из леса выскочило это существо. Не знаю, что это было, но зарычало оно так, что у меня кровь пошла из носа. Я видела, как оно выворачивает деревья. Я в жизни так не боялась. Оно схватило маму и исчезло в лесу. Я хотела поехать за ними, но кони понесли. Теперь я даже не знаю, жива ли она. Почему твоя мать потеряла ребенка? Я не хотела об этом говорить, но я знаю, что твоя мать потеряла ребенка. Из-за него. Он толкнул ее, а она упала. Тогда все и началось. Мы были одни. Помощи ждать неоткуда, всюду кровь. Это была самая страшная ночь в моей жизни. Тяжело вам обеим пришлось. Мама была в шоке. Несла вздор, мол, все хорошо, что она не хотела этого ребенка. У нее, наверное, жар был, а кровь из нее лилась ручьем. Она не хотела ребенка? Она говорила, что скорее вспорит себе живот, чем родит ребенка от его семени. И что ты собираешься делать? Что ты собираешься делать? Разыщу маму. Ты знаешь, что это может быть непросто. Я не настолько отчаянная, чтобы думать, что справлюсь сама. Но у меня есть новые друзья. Могущественные друзья, и они мне помогут. Что с твоим отцом? А что будет с твоим отцом? Он меня не интересует. Я не вернусь к нему. Эта часть моей жизни осталась позади. А о каких друзьях? Что за новые друзья? Если это, конечно, не тайна. Никакая это не тайна. Через церковь Вечного Огня я вышла на охотников за чародейками. Это справедливые и отважные люди. И они мне помогут. Так вот, откуда эти светильники в твоей комнате. Ты увлеклась Вечным Огнем? Когда жар пламени Вечного Огня разжигает твое сердце, пламя до конца жизни ведет себя дорогой правды и прибавляет сил. Желаю, чтобы и ты когда-нибудь удостоился этой чести. Спасибо. Когда я был маленький, меня учили не играть с огнем. Обжечься можно. Я не думал, что барон дойдет до того, чтобы нанять убийцу-чудовище. Хотя, кажется, вы прекрасные следопыты. Барон в отчаянии. Отчаявшийся отец способен на многое, чтобы найти свою дочь. И это говорит ведьмак. А говорят, мутации лишают вас человечности и отнимают чувства. Многие лишены человечности и без мутаций. Кто ты? Пришел умничает тут. Разве ты знаешь, кто я? А сам ты не представился. Граден. Охотник за чародейками. На службе его королевского величества Родовида Реданского. Ты, должно быть, слышал о нас. Мне все уши прожужжали. Если Кровавый Барон прислал тебя за дочерью, лучше сразу смирись. В этот раз ты задание не выполнишь. Руками нужно так размахивать, бесишься чисто немного. Что до Тамары, она сама решит, что делать. Это благородно с твоей стороны. Отказаться от платы ради блага человека. Охотники и церковь Вечного Огня благодарны тебе. Куда ты ее везешь, чувак? Куда вы едете? Тамара должна отдохнуть. Ей через многое пришлось пройти. Когда тепло Вечного Огня восстановит ее силы, мы приступим к поискам ее матери. Пока ты не уехала, твой отец просил передать вот это. Клара? Отец велел привезти мне куклу? Смешно. Он думал меня этим купить. Передай ему, что растоптанного детства красивым жестом не вернешь. Прощай, ведьмак. Несмотря ни на что, спасибо, что дал мне выбор. И не вынуждал вернуться к этому тирану. Я надеюсь, что ты понимаешь, во что ввязываешься. Всего доброго. Удачи. А он нам расскажет о Цири или нет? Так, ладно. Опа, мы сможем что-то тут... Мурзик. Мурзик, ребята! Мурзик. Мурзик. Его так зовут. Так, что тут у нас есть? Что тут у нас есть? Так, тут больше ничего. Тут ничего. А наверху? Наверху может что-то и будет. О-о-о. О-о-о. Хлебушек, хлебушек нам пригодится. Ребята, еда нам нужна, потому что... Ну, опа, это кто еще тут? Еда нам нужна? А потому что, видите, что... Да, вы можете перепрыгнуть, месье. Так как мы ее, в принципе, очень часто тратим. Даже случайно мы ее тратим. А так можно сюда зайти, это все. В принципе, это все можно напросто стырить. Ладно, не стырить, а... Одолжить, да? Одолжить. И потом это все продать. Забрыжить. И мы, в принципе, даже бабло себе нормально... Нормально набьем. Так, тут ничего нету, ничего. Так, ладно, сейчас. Я не знаю, ребята, в принципе... Давайте выйдем сейчас дома. Вот сюда. Погореть с бароном вот там. Да вы что, нахрене издеваетесь? Опять к барону идти? Да вашу мать, а? Ух, ладно, сейчас. Дайте, дайте, дайте я посмотрю, куда нам нужно. Вот сюда нам нужно. И потом возвращаться к барону. Вашу мать, а с этим бароном столько, нахрен, вот этой клопоты. Потому что, ну, много туда бегать, сюда бегать. И туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. В принципе, сейчас мы еще поговорим с бароном. И посмотрим, что он нам скажет. И что самое главное, ребята, знаете, что самое главное? Чтобы он нам рассказал дальше, что было там с Цири. Да, потому что мы вот это ищем Тамару, мы ищем его жену, его дочь. Только за того, чтобы он нам дал сведения, что случилось дальше с Цири. Потому что весь сюжет сейчас завязан на том, чтобы мы нашли Цири, да? Ты ведьмак? Мы сейчас... да, нет, нафиг. Так, куда нам нужно сейчас, секундочку. Вот сюда нам нужно. Потому что мы вот это все сейчас делаем только для того, чтобы он нам выдал сведения. Мы же могли просто-напросто меч приставить ему гуру. Рассказывай, тварюга, рассказывай. Или хана тебе. Ну, ладно, тоже так мы поступать не будем. Мы просто-напросто... Мы ему хотели помочь, а мы сделали то, что мы смогли. Так. Плотва. Будем немного ленивыми. Так. Потому что даже в городе мы сейчас на плотве будем передвигаться. Не, ну, в принципе, смотрите, если бы не на плотве, то мы бы... О, нифига себе, сейчас дождик будет. То мы бы бежали долго вот тут. Так, сейчас. Вот этот весь хлам, который мы набарыжили, я не знаю, может нам сейчас его продать? Хотя сейчас вряд ли, потому что там нужно специальных каких-то торговцев, да, искать. Которые покупают всякие вот эти вещички. Я не знаю, сможем ли мы продать вот это все тут. В принципе, давайте попробуем. Покажи мне свои товары. Покажи мне свои. Так, что мы можем продать? Это вот сюда, вот. Так. Ну, еда нам нужна. Еду я не буду продавать. А, да, мы можем тут продать. Позволяет или создать мутаген. Позволяет лучше меню создать мутаген и отвар. Позволяет лучше... Я не знаю, честно. Где вот этот весь хлам? Вот он. Ага, это что? Как называется? Другие предметы. Вот. Нож для масла. Ну, в принципе, дохрена оно нам. Фиал можно разобрать. Да. Трубка. Да. Половник. Бокал. Подсвечники. Вот видите, тут всякие вот эти хрени. Лошадиная шкура. Ух ты, она дорогая. Волчья шкура. Днище мясо. Мясо. Масло. Кукла. Продадим. Старая козья шкура. Кружка. Можно продать. Шкура. Я не знаю. Шкура может нам потом и веревочная лестница. Может шкура нам, если честно, может потом и пригодиться. А вот эти все удочки, в принципе, рбатская сеть. Это можно все попродавать. Это что? Шкура. Вот. Вот. Дальше. Что-то мы еще можем продать. Насколько мы вообще напродавали? Чистое серебро. Ударный болт. Хлебушки тут есть всякие. Я не знаю. Нормально. Пускай будет. Пока, чувак. Так. Ладно. Опа. Еще там башка грифона до сих пор. Еще там не завонялась. Охренеть. Что они обзываются? Может мне обидно? Ну куда? Так. Сейчас куда? Ага. Ух. Будем надеяться, что барон не разозлится, не нашлет на нас стражников и то, что не нужно будет с ними сражаться. А то, что расскажет все нам нормально. А то я уже запарился с этим бароном, если честно. Ну? С чем пришел? Да. Чувак, я узнал о твоей дочери. Она не хочет к тебе возвращаться. Она хочет о тебе забыть. Сыграем и квинт, а? Гвинт, давай, давай можем сыграем. Это реально охренеть просто. Я отдал куклу твоей дочери. Я передал твои подарки. И что она? Выбросила куклу. Не этого ты, наверное, хотел. Выбросила? Боги. Я надеялся, она все-таки... А что, Анна? Я пока не узнал ничего определенного. Но надеюсь скоро узнать. Тогда что ты тут делаешь? Ты охренел? Сыграем квинт? Прощай. Прощай. Охренеть. Исследовать все оставшиеся зацепки в Велине и найти жену барона. Гарской падалью смердит. А как мне это сделать? Я как-то, если честно, не очень понимаю. Исследовать все оставшиеся зацепки в Велине. Где-то Велин. Велин, вот. А что нам делать? Просто-напросто идти и общаться со всеми прохожими? Или, я не знаю, может там задание в задании по следам церей. Выяснить не в Велине или церей. Вот. Тут что у нас? Тут у нас все. Тут у нас все. Это мы все повыполняли. Хозяйки леса. Вот. Прочитать книгу Хозяйки леса. Ага. Нахрена нам это читать? Рекомендуем уровень десятый. Вот он. Выяснить не в Велине или церей. Ух, охренеть. Исследовать... О, вот. Исследовать вот эти все зацепки. Ладно. Я понимаю, что нам нужно исследовать. Только как я это сделаю? Барон сказал, спусть к дочке. Ага, ага, ага. Герат, как хижин рыбака. Барон сказал, чтобы все выдавали нечеряные... Сказал, удачная охота на конными скачками. Ла-ла-ла-ла-ла. А как мне дальше это выяснять? А как мне дальше это выяснять? То есть... Так, дайте я посплю. Медитация. Вот так. Я не хочу сейчас в дождь вот это все. Исследовать все оставшиеся зацепки в вилене. А как мне... Куда мне идти? Хм. Ребят, я не знаю... Знаете что? А давайте мы, в принципе, вот тут и закончим. До следующей серии я попытаюсь вот это все сам сделать. Выяснить, да? Чтобы потом в следующей серии мы уже сразу могли приступить к... К этому всему, да? Чтобы мы сразу смогли приступить к выполнению заданий. Потому что вы видите, сейчас исследуя все оставшиеся зацепки. Я не знаю даже, какие зацепки у нас тут где-то остались. Поэтому, ребята... Будем надеяться, что потом сможем найти. На этом мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Если вы хотите видеть новую серию, как я уже говорил, поставьте лайк. И новая серия третьего ведьмака выйдет как можно быстрее. Поэтому, ребята, ставьте лайки. Оставьте свои комментарии, если вы хотите со мной пообщаться или еще что-то. И, в принципе, подписывайтесь на мой канал. Я буду рад каждому новому подписчику. Ребята, всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.